Виктор Неволин третью неделю подряд в рамках месячника по благоустройству лично проверяет состояние дворов в территориальных управлениях и в Раменском. Всегда, когда докладывают тебе о состоянии дворовых территорий или состоянии детских игровых площадок, в докладах может присутствовать лукавство. Лукавство связано не с тем, что все совсем не так, но есть вещи, которые, когда глаз замыливается, и кто-то этого не видит. Это какие-то две дощечки, о которых я сегодня сказал. Кто-то не видит, что нужно подремонтировать вовремя забор, потому что падение ребенка на столбик, который остался неприкрытый, может обернуться травмированием ребенка. Поэтому я ищу сам для того, чтобы убедиться в том, что действительно есть, где ничего не надо делать, и надо только содержать внимательно. А есть те площадки, где необходимо заменить старое оборудование. На днях глава округа побывал в территориальном управлении Удельное. Виктор Неволин осмотрел не только благоустройство поселка, но и состояние детских площадок. На игровой зоне по улице Солнечное старое оборудование, где малым формам уже много лет. Они в хорошем состоянии, но требуют обновления. В ближайшей перспективе здесь появится новая игровая площадка. Мы, кстати, находимся на одной из таких площадок, где малые формы уже много-много лет, они еще в хорошем состоянии, их можно подкрасить, но в ближайшей перспективе здесь должна появиться совсем другая площадка, с другого качества, с других материалов, безопасная, современная. Я думаю, это и родители понимают. В территориальном управлении Удельной, все подрядной организации жители активно участвуют в наведении порядка в поселке. Мы сейчас находимся на улице Солнечной. Это один из тех дворов, который ежегодно участвует в мероприятиях как субботник, как всероссийский субботник. И вот они всегда принимают участие. На этом дворе у нас намечено, с учетом уже после Пасхи, это где-то будет 30 апреля здесь проводится, субботник, жители все выйдут, мы им поможем своими силами, они соберут опавшую листву мусора, мы ее вывезем. Поэтому, в принципе, мы в активной фазе по данному месячному, по благоустройству. Я думаю, совсем чуть-чуть, еще недельку-две, и мы как раз до первых майских таких праздников наведем уже максимально чистоту в нашем поселке. Обходы в территориальных управлениях и в Раменском продолжатся. Глава округа дал поручение Центру управления регионом для того, чтобы они выезжали с контрольными рейдами по дворовым территориям. В части обращения жителей в добродел или жителей на горячую линию главы, после выполнения поручений мы проводим специальный контроль. То есть, да, люди обратились на горячую линию, им сказали, что выполнят, выполнили, но мы лишний раз проедем, посмотрим, что выполнили и как. Иногда, когда требуется, например, устранить какую-то неровность на дороге, да, дорожники ограничиваются заплаткой, шлепнули туда асфальт. А там надо, например, сделать ремонт картой, потому что эту яму-то вы сделали, а соседнюю яму не увидел, что никто. Ну, бывают такие вещи. Алена Иванова, Андрей Пластунов, Андрей Минкин для программ Городские вести.